МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костенникова. 27 сентября в Севастополе отметили День воспитателя и всех дошкольных работников. Торжество состоялось в Центре культуры и искусств. Поздравить своих педагогов пришли и самые маленькие воспитанники детских садов. В честь праздника наградили лучших воспитателей и поблагодарили их за многолетний труд и работу с детьми. Более полутора веков назад, в 1863 году, 27 сентября в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад. И поэтому именно в этот день принято поздравлять тех, кто вкладывает душу и силы воспитания наших детей. Сегодня очень важный праздник для всей системы образования. Работники дошкольных образовательных учреждений – это самые первые, наверное, люди, которые начинают заниматься с детками. Это вторые мамы для наших детей. Это второй дом, в принципе. Дети проводят там большую часть своего времени. Хотелось бы поздравить наших дорогих педагогов, наших воспитателей, помощников воспитателей, да и всех сотрудников дошкольных образовательных учреждений с этим большим праздником. Сегодня в нашем городе работают 80 детских садов. В них трудятся почти 4000 человек. Воспитатели, музыкальные работники, няни, повара, педагоги дополнительного образования, логопеды, дефектологи – все те, кто занимается всесторонним развитием малышей. Наши педагоги не просто заботятся о малышах. Они дарят им свою любовь и тепло, закладывают в них лучшие качества – доброту, сострадание к окружающим, честность и уважение к старшим. Основные качества – это любовь к детям в первую очередь. А потом же все остальные человеческие качества тоже должны присутствовать. Доброта, оптимизм, ну что еще, любовь к работе – это тоже важно. Поздравлять любимых педагогов пришли и самые юные севастопольцы. Дети подготовили танцевальные номера, стихотворения и песни. Лучших воспитателей наградили призами и грамотами. Валерий Очудиновских, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. В Севастополе прошли масштабные учения по ликвидации очага распространения птичьего гриппа. Местом для их проведения стала Туропова дача. Сотрудники ветеринарных служб Севастополя, Крыма, Краснодарского края и новых территорий обменивались опытом работы по борьбе с высокопатогенным вирусом. В учениях также приняли участие специалисты региональных управлений МВД и МЧС. По легенде учений, в одном из домохозяйств Севастополя случился падеж птицы. Фермер оперативно сообщил об этом в управлении ветеринарией. И на место происшествия начались работы по ликвидации очага распространения инфекции. Птичий грипп – одна из самых серьезных болезней на территории нашей страны. Вирус представляет опасность и для человека. В Российской Федерации в 2023 году было зарегистрировано 74 вспышки. И экономический ущерб от этого заболевания составил более 80 миллиардов рублей на ликвидацию. В 2024 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 20 вспышек. И для Севастополя риск заноса остается высоким, потому что у нас в феврале месяце регистрировались в дикой среде данные заболевания. В учениях на Туроповой даче приняли участие сотрудники Управления ветеринарией Севастополя и подведомственных учреждений, а также МЧС и МВД. Кроме того, организаторы пригласили коллег из Республики Крым, Краснодарского края и новых регионов. Для животных, особенно представителей пернатых, не существует границ и административного деления территорий. В домашних условиях птица в контакте с природой. Соответственно, наиболее высокая вероятность ее заражения как высокопатогенным гриппом птиц, так и не указанным на территории Республики Крым. Мы являемся вектором двумя перелетные птицы, два вектора. И, к сожалению, наша птица, дикая птица, она заражена и способна заразить домашнюю птицу, которая заражает людей до смертельного исхода. Помимо отработки практических навыков ликвидации чагов заражения, на Тороповой даче была организована выставка специальной техники. Были представлены мобильный санитарный пропускник, параформалиновая камера, автомобиль скорой ветеринарной помощи, передвижная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, дезинфекционная установка, отряды по быстрому реагированию, укомплектованные специальным оборудованием и многое другое. В управлении ветеринарии Севастополя ведется постоянная профилактическая работа с местным населением. Горожан обучают правилам безопасности при взаимодействии с зараженными животными. Чаще всего речь в таких случаях идет об укусах. Все поэтапно. Конечно, сначала нужно обработать рану, к примеру, если это бешенство окус собаки, раствором спирта. И, конечно же, не звонить. Лучше либо позвонить скоро, чтобы приехали, либо самому приехать, потому что есть специальная вакцина, которая ставится для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Ежегодно для профилактики птичьего гриппа Госветслужба Севастополя проводит вакцинацию в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. Самое главное на сегодняшний момент – это безвыгубное содержание для того, чтобы птица не контактировала с перелетной птицей. Корма покупать у проверенных производителей, которые сопровождаются ветеринарными документами. Выполнять все вакцинации, все профилактические мероприятия, которые мы советуем. И, конечно, в случае, не дай бог, заболевания, то обращаться в Государственную ветеринарную службу. В управлении ветеринарии есть круглосуточный телефон горячей линии. Плюс семь девятьсот семьдесят восемь триста девяносто один сорок. Николай Кузнецов, Денис Александрович, Севинфорумбюро. Новая жизнь старых вещей. Мастерица из Севастополя ремонтирует и обновляет мебель советских времен. В умелых руках Людмилы Марьясовой ретро-комоды, стулья и шкафы превращаются в современные и стильные предметы интерьера. Обновление мебели Людмила Марьясова занимается с 2017 года. Сегодня мастерица может провести как полноценную реставрацию того или иного предмета интерьера, так и превратить заводскую советскую тумбу в нечто особенное и эксклюзивное. А начиналось все с довольно забавной истории. Начиналось все с кресла, с мусорки. Я ехала мимо мусорки, увидела скучающее кресло, при этом даже дождь шел. И мне его стало так жалко. Я проехала сначала мимо, но потом вернулась. Затащила его в машину, оно жутко пахло. Но в итоге я его прятала от мужа, потому что я понимала его реакцию. В общем, потихонечку восстанавливала его и показала уже результат. И муж сказал, вау, это очень круто. Сначала Людмила переделывала мебель для собственного дома, потом обновляла любимые столы и тумбы для друзей, а затем сделала хобби своей работой. Но прежде чем взяться за коммерческие заказы, рассказывает мастерица, пришлось много учиться на собственных ошибках. Сегодня у Людмилы в очереди множество мебели, ожидающей своей новой жизни. Здесь у меня импровизированный склад, это очередь моя. Стулья, тумбы, комоды, которые ждут реставрации. Также у меня есть вот такой шикарный довоенный шкаф, который я планирую дверцы расписать, а остальное оставить в дереве. Я думаю, получится здорово. Обновление мебели – работа тяжелая и пыльная, но Людмила Марьясова признается, что получает от нее удовольствие. Ведь таким образом она создает уют не только в собственном доме, но и помогает в этом другим людям. Нередко она получает очень необычные заказы. Больше всего я люблю расписывать. Я рисую, и иногда поступают заказы наподобие сделать стол под обои, или же стол покрасить под кафельную плитку на полу. Даже были тумбочки, сделанные под натяжной потолок. Так что это интересно. Средний возраст мебели, которой Людмила помогает обрести новую жизнь, около 50 лет. Поэтому в первую очередь мастерицы исправляют полученные со временем повреждения, а затем начинают творить. Заказчики обращаются к мастерице с самыми разными запросами. Кто-то просто привык к своей мебели, а для кого-то это память о близких людях. Люди в основном обращаются с целью сохранить качественную мебель. Также некоторым дорога, как память. Я, например, девушке делала кресло бабушке, и она попросила его сделать таким, как оно было у бабушки. Или человек привык к своей мебели, но она уже не современная. И тогда мы ее обновляем. Для самой мастерицы важен и экологический аспект. Благодаря ее работе крепкие, но слегка устаревшие шкафы и тумбы возвращаются к своим хозяевам обновленными и могут служить им еще много лет. Екатерина Костенникова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Словно зеркало русской стихии. В камерном зале византийской композиции Государственного историко-археологического музея заповедника Херсонес Таврический открылась выставка народного художника России академика Российской академии художеств Дмитрия Белюкина. Музей в седьмой раз принял культурную эстафету от славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». В этом году организаторы посвятили форум 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Более 70 картин, посвященных жизни и творчеству великого русского поэта, погружают зрителя в очарование России эпохи XIX века. Здесь и узнаваемые виды Санкт-Петербурга, и сцены из романа Евгения Онегин. Работы народного художника России академика Российской академии художеств Дмитрия Белюкина представлены в камерном зале византийской композиции. Поскольку зал небольшой, мы постарались скомпоновать самое лучшее из романа Евгения Онегина «Иллюстрации». И представлены живописные работы, которые рассказывают о нашей замечательной родине России, и о ее пейзажах, о ее временах года. И в конце концов, это даже деревня, где Онегин познакомился с Татьяной. Выставка народного художника Дмитрия Белюкина «Словно зеркало русской стихии» стала частью общей программы Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». В этом году организаторы посвятили форум 225-летию со дня рождения поэта. Проект называется «Три посвящения Александру Сергеевичу Пушкину. Живопись, театр и музыка». Два посвящения мы привезли в Херсонес. Это живопись, работы замечательного художника русского, народного художника Российской Федерации, академика Академии искусств Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Белюкина. Дмитрий Белюкин не смог принять личного участия в церемонии открытия выставки, однако подготовил для гостей специальное видеообращение. В нем маэстро живописи раскрыл секрет своей уникальной коллекции иллюстраций. Каждую работу он готовил, стараясь максимально передать подлинность той эпохи. Изучен, как выглядела Петербург, как выглядели салоны. По моделям, по журналам мод подробно очень я изучал, как менялась мода. Должен сказать, должен признаться даже, что пушкинская эпоха – это самое любимое мною и по красоте костюма, и по красоте построек классического стиля, и по патриотизму, который не угас, а все сильнее разгорался после войны победоносной с Наполеоном, и по жертвенности какой-то во славу России. Полная экспозиция, посвященная Александру Сергеевичу, включает в себя 300 работ. Самый известный из них теперь можно увидеть в Севастополе, в музее-заповеднике Херсонес-Таврический. Как рассказали организаторы международного фестиваля «Золотой Витязь», после утверждения темы Славянского форума искусств в этом году, они ни секунды не сомневались в том, кто будет представлять великого русского поэта в жанре живописи. В Пушкине, да, это Дмитрий Анатольевич. За серию этих работ Дмитрий Анатольевич получил первую медаль за вклад в изобразительное искусство, медаль, золотую медаль имени Иванова. И это было 15 лет назад на первом славянском форуме искусств. И никто другой пока что не создал вот такой выставки, таких иллюстраций, которые мы будем наблюдать в этом зале. Музей-заповедник Херсонес-Таврический в седьмой раз принял культурную эстафету от славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». На самом деле для нас это уже родной проект. И встречали мы разных мастеров, художников, артистов, и генопоказы были, театральные показы и лекции. В этом году у нас все крутится вокруг великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Так что мы вместили в себя то, что считаем необходимым и возможным разместить здесь, на территории Херсонеса. У нас есть камерный выставочный зал, куда поместились прекрасные эти работы. И выставка получилась такой теплой, уютной, домашней, чисто херсонесской. Выставка народного художника России Дмитрия Белюкина «Словно зеркало русской стихии» будет работать в Херсонесе до 27 октября. С графиком работы музея-заповедника можно ознакомиться в социальных сетях или на сайте учреждения. Светлана Сличная, Николай Кузнецов, Севенфорумбюро Наш город впервые представил свою игрушку на международной выставке «Мир детства 2024» в Москве. Крупнейшее событие в индустрии детских товаров проходило с 24 по 27 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». В этом году в нем приняли участие более 500 компаний из Белоруссии, Китая, России, Турции, Узбекистана. Среди новинок уникальный детский конструктор «Кубер», придуманный и созданный в Севастополе. Наш конструктор «Кубер» уникален тем, что состоит всего лишь из одной детали. Вернее, его младшая линейка «Кубер Мини». Все, что собрано на нашем стенде, собрано из этой одной детали. Универсальность, с одной стороны, позволяет нам собирать простые объекты, например, буквы, цифры. Затем мы переходим с детьми и собираем более сложные какие-нибудь двухмерные орнаменты. А потом переходим к объемным поделкам. «Кубер» не раз получал признание профессионалов. Конструктор вошел в тройку лучших товаров для детей на престижном всероссийском конкурсе брендов «Знай наших». Игрушка произвела впечатление на столичном форуме «Гоззаказ». Уникальную отечественную разработку показали и президенту России Владимиру Путину. Компания «Кубер» впервые принимает участие на профильном мероприятии такого масштаба. Мы получили достаточно большое количество контактов из разных регионов и даже из разных стран. То есть в плане возможного потенциального партнерства мероприятие отличное. Выставка «Мир детства 2024» проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации под патронатом торгово-промышленной палаты России. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинформбюро». Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный, плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы, как всегда, можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей и до встречи. Легкой вам рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова